Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодняшнее видео будет о канарейках. А конкретнее о том, что у канареек появились яички. И некоторые самки уже сели на гнездо. Вот перед вами клетка под номером 13. В предыдущем видео, которое называется Драк и канареек, эта пара очень сильно дралась. Самец избивал самку, самка ему отвечала взаимностью, также его избивала. В общем, получается то, что у этой пары тут вот всего у меня было посажено вот верхний номер это раз, этот номер это два, этот три, и вот внизу четыре. Всего было посажено четыре клетки. И у тех, у тех, которые дрались, у них получилось первое яйцо, самые первые они снеслись. Вот у меня здесь есть блокнот, я записал. Это тринадцатый, у меня там карандашиком написано номер два. Значит, сейчас я вам прочитаю, что номер второй, все они сели первого марта. И шестого марта, в тринадцатом номере, ну, которые дрались, появилось первое яйцо. Сегодня у нас девятое марта. Она уже, видите, даже сидит, не встает. Сейчас попробуем ее согнать и посмотрим, сколько яиц. Я еще сегодня не смотрел. Наверняка уже, наверное, три или четыре яичка. Сейчас сделаем аккуратненько. Я думаю, получится. Вот самочка встает. Все делаем аккуратненько, не спеша, чтобы не напугать птицу. Что здесь у нас? Вот четыре яичка. Первая была, значит, шестого. Потом седьмого, восьмого и девятого. Вот, значит, птица-конорейка снесла четыре яйца. Сейчас посмотрим ее напарницу, которая вон еще бегает и на яйцо не садится. В смысле, на гнездо не садится. У нее там... Что у нее там? О, у нее одно яйцо. Видите, ей еще не стись. Пока она снесет яйца два-три, а потом сядет. Все, не будем пугать. Вот так. В этом номере еще нету яиц, еще не села. Здесь вон тоже села. То ли два, то ли три яйца, не знаю, сколько. Ну, в общем, хочу сказать то, что та пара, которая дралась, она самая первая, снесла яйцо. Самка, как вы видите, снова села на яйца, греет кладку. Самца, значит, можно убирать, чтобы он ей не мешал, раз он такой агрессивный. Так-то, в принципе, он ей не мешает, но все равно бывает, когда я их кормлю, ставлю по югу, меняю воду, самец начинает метаться по клетке и прыгает к ней туда на гнездо. Тем самым самка начинает волноваться, бывает встает, бывает и встает. Ну, я как бы уберу, потому что у меня еще много свободных самочек. Вот, хорошо, рассмотрите этого самца. Вот такого я взял самца. Он поет очень хорошо. Я думаю, его песня передастся его детям. Испоровал я его с чисто желтой самкой. Посмотрим, какие будут детки. А следующая самочка у этого самца будет. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Так, вот здесь у меня в пролетке сидят две взрослые самки, которые в том году давали мне очень хорошее потомство. И я вот того самца, который дрался, намерен споровать. Вот с той разноцветной самкой. Видно, вот она осталась. Как-то они прыгают быстро все. Вот, с той самкой хочу споровать. А еще у меня есть зеленый самец. Я намерен его споровать с вот этой осветленной самочкой. В общем, такие вот у меня остались две взрослые самки с того года, которые плодились. Которые проверенные, которые хорошо кормят. О, Кеннер запел. А то зашел сегодня сюда. Тишина такая на улице, пасмурно. Кеннера молчат. Сейчас запели. Ну, значит, вот эта драчуна я спорую с этой самкой. А с этой осветленной спорую с зелененького. Будут красивые потомства. И еще у меня есть свободные невесты молодые. Сейчас продемонстрирую. Вот они, невесты. Еще юные барышни, можно сказать. Еще не пробовали самцов. Не пробовали нестись. Вот вроде все самочки. Недавно тут запил Кеннер. Я в него стрелял зеленкой из шприца. Вот видите, потолок запачкал. Ну, отсадил я его оранжевый. А это вот все молчат. Вроде девочки. Ну, им пороваться еще рановато. Я думаю, в конце марта, в середине апреля начну потихоньку их отсюда водоставать. Ну, опять буду выбирать степень готовности. Проверять их, кто будет ватку таскать, кто перышко будет таскать. Буду смотреть животики. У кого будет уже налитый животик, тех, значит, первых. Да, еще хотел сказать пару слов по поводу кормления самок, которые сидят на гнезде. По поводу кормления самок, которые сидят на гнезде. Вот у меня, допустим, здесь в кормушке, сейчас я вам продемонстрирую. Вон, видите, самец боится и залазит с самки на голову. Она встает в складки. Это неудобно. Надо убирать его. Вот сегодня я им дал зерносмесь и пророщенные семечки. Когда самца отсажу, буду кормить зерносмесью и немного буду давать морковки тертой или также пророщенных зерен, но немного, чтобы у нее был полноценный рацион. Благодарю всех за внимание. подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте друзьям и знакомым. Всем удачи в разведении камереек. У кого есть хорошие советы, у кого есть, кстати говоря, у кого есть опыт в этом самом паровании по цвету, допустим, кого с кем лучше паровать, пишите в комментариях. У меня есть еще самка шиферная. Я вот думаю, с кем ее лучше споровать, с йодистым самцом, у меня есть йодистый самец, или с зеленым самцом. Вот, есть зеленый или йодистый. Коуше с шиферным, пока не знаю, вот думаю. Ну, еще, как бы я ее не порвал, только готовлюсь. Вот такой у меня самец есть, очень хорошо поет. Вот его освещает, он как зеленый, а он на самом деле оранжевый, йодистый. Ладно, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Видали, какая кошка лазит у меня тут? Ну, брысь! Канарейка, наверное, захотела. Сейчас мы окошко закроем. Тут вот кошки заглазят в окно канарейкам. Здесь на подоконнике у меня стоит уже второй день терка, я тру морковку. Потру, сполосну и сюда ставлю. А это сегодня морковку ж не давал, семечки дал пророщенные. И что-то обратил внимание, из-под терки какой-то сено. Я вроде ставил на чистый подоконник. Я поднимаю терку. Сейчас я вам попробую так показать. Вот, видите, там гнездо. Птицы свели гнездо прямо в терке, которая стояла на подоконнике. Вот я ее аккуратненько поднимаю. Здесь самое натуральное, самое настоящее гнездо в терке. Вот даже остатки кала. Значит, тут недавно были птицы. Вот он кал. Я вот думаю, то ли тут кто-то снесется, то ли это просто очередное гнездо. Дело в том, что у меня в камерятнике летает один кинорочек. Вот он сидит. У него ножка в детстве была повреждена ножка. И там нет пальчиков. То есть на одной ноге есть пальчики, на другой нету. Он наступает на пятку. И он живет у меня здесь в общем волье. Летает по клеточкам везде. А еще здесь у меня живет пара Амадин рыженьких. Сейчас я вам их покажу. Вот вы видите, прилетела пара Амадин. Я их решил здесь тоже держать. В общем в Валере, потому как нет у меня для них клетки и некогда мне их кормить. А здесь они летают за камерейками подбирают. Я все-таки надеюсь развести таких зебриков рыженьких. Они близко к себе не подпускают. Ну вот видите, да? Рыжий самец и самочка. я им поставил домик вот таким образом просто на клеточку. Вот пустая клетка в ней будет тоже скоро канарейки разводиться. Я им поставил здесь кормушку. Вот водичка. Хотите пейте, хотите купайтесь. И такой поставил домик. Вот тут они насорили. они в своем домике также сделали гнездышко. Что тут только они натаскали? Пластики я делал поддоны с пластиками сюда притащили. В общем то ли здесь то ли там где-нибудь они снесутся. Вот такие у меня пассажиры в канаретнике. Все благодарю всех за внимание. До скорой встречи на моем канале. До свидания.